Как легко заставить людей убивать друг друга из-за территории, над которой на самом деле властно только время? Книга о том, как какое-то существо терроризировало целый город. Всем привет, вы на канале SaberShad и меня зовут Савирь. Ну что, я разочарован и сильно. Мне казалось, книга будет классной и до конца продержит этот драйв, показанный на первых 50 страницах, но не в этот раз. Что ж, представляю вашему вниманию первое разочарование 2022 года. Воображаемый друг Стивен Чбоски. Наверное, будет звучать противоречиво, учитывая все вышесказанное, но история цепляет внимание и хочется читать дальше. Однако в то же время меня прямо передергивало от множества эпизодов. Со временем сложилось такое впечатление, будто бы книгу писал какой-то подросток на эмоциях после игры в игрушки. Но кроме этого меня не покидало постоянное чувство присутствующего в книге плагиата. Есть же выражение, снято по мотивам какого-то романа или бестселлера. Так в данном случае я бы сказал написано по мотивам какого-то фильма или фильмов. Что ж, давайте слегка пройдемся по сюжету и выясним, стоит ли вообще читать эту книгу. В данном романе говорится о локальной истории, произошедшей в маленьком американском провинциальном городке Мил Гроув. Главным героем же книги является маленький мальчик по имени Кристофер, который только недавно перебрался в этот городишко вместе со своей мамой. Точнее, убежал от жестокого маминого сожителя. Поселяются они рядом с местным лесом, мессией. Но вот однажды Кристофер, преследуя облако в небе, теряется в этом лесу. Его находят только через несколько дней. На вопрос, как он нашел выход из леса, он отвечает, что помог ему некто, кого он называет славным человеком. Теперь у мальчика, одинокого и страдающего дизлексией, появляется свой воображаемый друг. Однако Кристофер не упоминает один любопытный факт. Он не говорит о том, что благодаря этому знакомству обрел некие сверхспособности и что этот таинственный некто просит Кристофера построить домик на дереве. Причем надо обязательно успеть до Рождества, иначе случится что-то страшное. Все, для описания этого будет достаточно. Теперь же об истории. Что с ней не так? Начнем с того момента, который я упоминал ранее, что будто бы ребенок писал книгу. Ну, без утрирования. Ближе к концу романа это и вправду выглядело так. Под конец истории, когда страсти наколены до предела, какой-то персонаж находится на волосок от смерти и вот-вот должен погибнуть, другой персонаж кричит. И за всю концовку это повторялось несколько раз. Уж чересчур театрально. В самом деле я себя ребенком вспоминал, когда я сам играл в такие игры. Так что этот момент очень сильно раздражал. Причем вроде бы при всей жестокости и серьезности происходящего, такие наивные детские реплики, не только слова нет, но еще и множество других, звучали абсолютно не к месту. Я просто закрывал на все это глаза, лишь бы наконец прочитать эту книгу. Второй момент это бесконечная растянутая развязка. Эту историю можно было бы закончить несколько раз до конечной концовки. Но автор попытался растянуть и без того занудную историю на 200 лишних страниц. То есть прямо чувствовал, что он хочет растянуть историю так, чтобы мы все в один голос воскликнули. Ах вот оно что, оказывается это он был. Браво автор, браво. Нет, дети наверняка так могли подумать. Но взрослый человек уже за три главы до нужного твиста мог бы все предугадать. И еще один момент, который мне не понравился, это то, что автор приплел религиозную тему туда, где, на мой взгляд, ее не должно было быть. Не в том плане, что я оскорбился, я не религиозный человек. А из-за того, что эта выдуманная вселенная никак не вяжется с религиозной подоплекой. Не знаю, сильно режет глаз. Вот допустим, Бессонница Стивена Кинга. Вот она, самая верхняя книга. Тоже выдуманная вселенная с какими-то референсами на религию и на жизнь после смерти. Но там это смотрится гармонично. В историю веришь, и забываешь о том, что это все выдумка. Тут же все выглядело очень импульсивно и искусственно. Но нельзя сказать, что в книге нет абсолютно никакой морали. И что это однозначно пустышка. Отнюдь. В книге были интересные темы. Например, основной акцент романа ставился на личностных переживаниях каждого из главных и второстепенных героев. Практически все действующие персонажи произведения убегают от призраков прошлого и по-своему пытаются бороться с ними. Как мелодрама книга была интересной. По иронии судьбы я сейчас смотрю сериал Эйфория, в котором помимо общей истории, каждому персонажу сериала уделяется один эпизод с конкретным описанием его психических и физических проблем. Тоже наблюдается и в этом произведении. Таким же образом много времени уделяется раскрытию персонажей. Это да, это и вправду интересно. Множество героев, множество мини-историй, это увлекательно. Что насчет атмосферы книги, то она целиком и полностью позаимствована из истории всеми любимого Стивена Кинга. С первых страниц романа чувствовался дух кинговских произведений, вплоть до огромного количества позаимствованных идей. Вообще в книге было очень много контрастов и параллелей и из других книг и фильмов. Из того же Оно, Мертвые зоны, Зеленые мили, Астрала, Синистера, Очень странных дел, Легиона, даже от Гарри Поттера что-то есть. Кстати, стоит остановиться на Очень странных делах. Прямо один в один были некоторые сцены. Такая же любящая мать сражается за своего сына и пытается найти его на той, параллельной стороне. Думаю, описывать то, из какой книги или фильма, что было позаимствовано, нет смысла. Если прочитаете, точно поймете сами. Коротко говоря, подведем итоги, что мы имеем. Советую ли я вам прочитать это произведение? Нет. Сэкономьте время и прочитайте что-то из кинговских произведений, потому что вот это никуда не годится. Можете рискнуть, может быть вам понравится, но я в этом сильно сомневаюсь. Вот так. Всем огромное спасибо за просмотр. В следующий раз мы пройдемся по книжным полкам в поисках ваших советов. Да, именно. Следующий ролик будет посвящен спецвыпуску. А в данный момент я читаю, просто будь собой, Сара Найт. Что ж, могу признать то, что у меня и вправду порой бывают заскоки с перфекционизмом. Так что до новых книг и читайте больше. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok